Всем огромный привет! У нас очередное совместное видео по достаточно приятному для меня и не особо приятному для мамы поводу. Мы решили разъехаться и, соответственно, решили уменьшить, попробовать хотя бы на треть в идеале размер гардероба. Шкаф очень прожорливый у мамы. Мама у меня шматесса, обожает вещи, обожает много вещей. И они, такое ощущение, вещи сами приходят, сами находят к ней дорогу, потому что они растут, их количество, то есть просто их все больше и больше и больше. Есть алкоголики, есть обжоры, а есть люди-шопоголики, которые покупают много одежды. И вот вы видите одну из них. Ну вот сейчас будем пробовать избавляться от вещей, которые, первый шаг, они, естественно, могут перейти ко мне. И я буду ждать ваши комментарии, что из этих вещей оставить себе, а чем лучше натирать пол, да, или же оставить их в красивом мусорном ведре для других людей, или же кому-то просто подарить. Ну давайте смотреть каждую вещь. Ну, что ты первого померяешь? Пиджак Зара, в магазине Зара покупала. Ага. Ну, носила, пока не появились, но у меня просто много их. Из-за того, что у меня много, я не могу, там будет маленький шкаф, если будет. Поэтому я этот пиджак предлагаю взять или Элине, можно отступить, можно отвернуть. У кого сейчас можно подвернутые. Но вот как он на мне сидит. На меня он, я немножко располнила, было килограмма на три худей, он был лучше. Сейчас я такая вот дама. Ну, знаешь, как будто бы ты директор, я не знаю, по изготовлению туалетной бумаги. Вот он какой-то директорский. Ну вот, вот это первый пиджак. И при этом скучный, синий. Поэтому я, пока потом, я в дальнейшем, если будет возможность, я вам покажу многое со своего гардюрбы. Ну вот такой пиджачок. Это Зара, да? Зара, да. Ну какого века и какого года? Кстати, Зара раньше лучше была. Вот это первая вещичка. Вторая вот такая натурального синтетика. Нет, нет. Это натуральный хлопок. Вот такая блузочка. Или даже рубашка. Сейчас много споров по этому поводу. Ну, вот она на меня хороша. Блузок для меня, это то, что с рюкзаками. Для Элины эта рубашка будет хороша. Она думает, взять ли ей или нет. Она просто сейчас ходит в домашнем комбинезоне, и у нее на голове маска. Она укрепляет волосы, молодец. Поэтому она не может показаться. Извините. Нет, она покажется. Она вылезет. Она намазалась маслом всякими там волосами. Она волосы хочет быть красивой. Не знаю, для меня эта рубашка как-то ни о чем, если честно. Вот, пожалуйста. Я буду быстрее убыстряться, потому что... Нет, подожди спинку покажи. Ощущение перепуганных мандаринов, апельсин. Как будто бы ты работаешь на плантации, собираешь фрукты. Ну, вот, все разбитое, вот интересно, в виде импрессионизма. Не знаю. Ощущение полоски. Пожалуйста, пожалуйста. Как будто бы она не должна. И вот эти вот апельсины, не знаю. Все меняют дальше. Как-то оно очень странно. Кстати, на мне эта футболочка тоже кандидат. На что? На выброс? Это тоже красиво, но почему-то я ее, когда я купила, и она была хороша. Ну, когда я ее постирала, она немножко, это хлопок, она подсела. Так она села или ты выросла? Нет, нет. Она как раз почему-то сразу подсела. Пожалуйста. Покажи жилетку. Вот она, видите, какая вышитая, красивая. Сейчас, подожди, приближу. Очень красивая. Это вышивка, да? Да, это все вышивка. Вот она такая. Ну, ты знаешь, она вот все равно, вот жилет, он сразу делает какой-то возрастной. Вот любой жилет. Я просто очень люблю жилеты, но я не люблю, когда она маленькая. Привет, тетя. Да. Нет, она просто на меня малая. Он, он, жилет мал. Вот такая вот кофточка, не кофточка. Я люблю тигров, потому что я пока раскопаю лев. И все такое дирижное, кошачье. Ну, подожди, покажи. Что там похоже на льва? У-у-у. А сколько каменьев тут? И каменьев больше, чем льва. И цвет в этом году оранжевый, коралл, все это модит. А тут такой с люрекса золото. Вот, ага, Вилли, подожди, не спеши, не спеши, я же показываю зрителям. Да я тоже Элине предлагаю, возможно, вы на ней увидите. Это, ну, очень лем практически. Когда буду записывать гороскоп для льва. Видите, как он стал? О, она меньше меня на размер, поэтому я считаю, что для Элины... Да, я прибьюсь, подожди, повернись, я... О, подожди, не спеши, не спеши. Ну, не знаю я. Для Элины это будет самое... Да, подмышками тесно и как-то сзади тоже. Нет, подмышками, ну да, это просто маленько. Не-не-не, как будто бы ты ограбила какого-то ребенка. Да-да. Который не хотел такой... Нет, не то. Ну, посмотрим. Пожалуйста, следующее. Следующий кандидат. Следующее платьице, которое я, конечно, не буду сейчас переодеваться, потому что... А чего? Спонтанное. Я сделаю видео 18+. У меня еще есть очень большая, кстати, коллекция белья. Очень. Но я вам показывать не буду. Но это, наверное, уже... Может быть, если мы подружимся с вами, то я, может быть, покажу вам. Но это очень-очень будет конкретно не для всей аудитории. Видите, какая я стала. Поэтому я не могу себе позволить в моем возрасте открывать руки. Поэтому я считаю, что... То есть ты хочешь на какую-то... Женщинам до 40 лет я рекомендую ходить с открытыми руками. Когда женщина переходит в 40-45, желательно вот такое вот приспущенное плечо. Вот это платьице. Оно, конечно, радостное. Оно натурального шелка. Не спеши, я немножко покажу. Пожалуйста. Нет, это как сосиска. Но я на мельветовых джинсах, поэтому я как бы надета. Но все равно я его не хочу первым делом... Света твоей. Не потому что хочу на 2 килограмма похудеть. Мое не подходит мне модели плеча. А под футболку с коротким рукавом хочешь? Не хочу. А что это за весельки-веревки? Они для чего? Они сзади. Отпугивать поклонников или что с ним делать? Да, я их буду просто привязывать. С тягачек привязывать? Ну ладно, дальше. Если вы пришлете мне поклонников, я их режу. А какие поклонники нужны? Какого возраста? Такие. Чтобы они меня любили. Когда мужчина любит, тогда он хорош. Если он просто использует, то он не хочет. Вот такая пальца. Вот я ее не буду мерить. А чего? Потому что это время. Вот она такая. Подожди, это Софи Лорен на ней, да? Вот смотрите, какая красавица. Кто узнал, кто изображен? Это очень модно в этом году. Модно? Пайда, парка. У нее лицо маньячки, если честно. Модно то, что нет здесь подреза. Это очень трендовая нить. А там вот рифлис? Она такая теплая, такая красивая. Я бы ее дала своим морским свинкам, честное слово. Вот, пожалуйста. Следующая такая же пайда, только голубая. Бледная, очень красивый цвет. Я не знаю, как фотоаппарат передает, но блед. Нормально передает. Вот такая, она просто удобная. Ну, вот эту, может быть, я себе возьму с джинсами, да? Нет, я считаю, что это спортивный стиль. Любыми спортивными штанишками очень удобно. Ну, мусор носить. Или дома носить, или мусор. Или даже просто посидеть на лавочке где-то в парке. Да я не буду точно на лавочке вниз. У меня есть какое-то видео, пора поговорить. А ну, одень, капюшон, одень. Как там? Пожалуйста. Божечки. Снимай. Нет, тебе мне, кстати, вот молодят такие вот пальты. Они как-то сразу возраст отматывают. Да, да, да. Причем хорошо так отматывают. Сейчас я покажу вам еще вещь, которая не молодит. Она берет мне старик. Ну, делай старичеллу, да? Я решила ей отдать. Ну, давай, пробуй. Если Элина ее не отдаст, я ее просто вынесу. То есть, в принципе, ты готова это отправить любому пищику? Ну, да, если человек захочет оплатить посылку, то Элина. Доставка. Хорошо. Даже я могу, даже все. Ну, только ближайшие два дня. Да, горячее предложение. Да, просто бесплатно подарю. Если человек вызывает, то он оплачет. Если он хочет, то он там может взять. Короче, это кружевной кардиган. Он нифига не греет. И он до самого пола. Сейчас я вам покажу, мои дорогие. Посмотрите, что это такое. Это, знаете, лошадь нужная, я не знаю, чтобы скакать. И вот такой кардиган. Ну, не знаю. Вот куда в нем ходить? Он кружевной. Вот подойди ближе, я покажу. Фактуру его. Он красивый. Вот такой вот кружевной, не пойми что. Я не знаю, когда мне в темнее. Я не хожу на работу. У меня нет сейчас такой работы, которая была бы дресс-код там какой-то. Или какой-то театр, театральный какие-то выступления. У меня такого нет. Поэтому я такую вещь не хочу держать дома. А места она занимает много. Может, отходят театры. В театры я хожу. Но я не в таком кардигане буду. Ну, давай дальше. Что там у нас еще кто? Сейчас петрочки пошли. Не обобзоренный остался. Вот цветы ручки, которые всегда нужны. И их много не бывает. Слушай, как ты молнии любишь? Я все на молнию. Я люблю, потому что это очень удобно. Я не должна через голову надеть. И тогда я могу демонстрировать нашим дорогим подписчикам. Потому что она была сложена в чемодане. Да. Это кофта, по-моему, старше меня. Это кофта? Судя... А, 1897. Вот, да. Это вот он. Я глуп. Это все называется спорт. А повернись спинкой. Не надо было бы ворачиваться. А что там, попа большая? Нет, оно просто все какое-то... Ну, оно лежало. Я же говорю. Слушай, такой звук. Оно так громко расстегивается. Это очень хороший замок. Очень хороший. Нет. Не мое. Не мое. Дальше. Дальше вот какая еще сириса. Элис вязаная. Не знаю, как противо или... Элис в нитке. Элис в нитке. Вот такие вязаные. Подожди, подожди. Ты очень быстро показываешь. Наши зрители, они могут не углядеть. Вот такая меланжевая, мне кажется, нитка. Но ощущение, что вот наглая синтетика. То есть подмышки будут мокрые. Ну, у меня лично в первую минуту. У меня нет. Не будут. Ну, надевай, надевай. Надевать обязательно. Я не знаю, как вот люди в синтетике. У меня подмышки сразу говорят фи. А у меня нет. Сразу же. Сразу не могу выдержать. Тут есть хлопок. Неправда. Тут есть хлопок и вискоза. Вот какая курточка. А тут немножко дальше. Не знаю. Унылая, грустная бабусяткинская кофта. А ли там, если под загарчик, только налить? Бабушенца. Не, не, не. Так, пожалуйста. Вот для другого типа внешности. Для более спокойной, для более весенней внешности. А вот эта вот, кстати, мне очень нравилась. Как она на тебя. Такой цвет киви. Очень выигрышный. И очень такой весенний, освежающий зеленый. Зелено-желтый, я бы сказала. Цвет зеленого яблока. Ответное качество. Цвет киви. Вот ее не отдавай. Обойдусь я. Оставляй себе. Не хочу. Мне некуда вешать. Некуда вешать? Если мне кто-то хочет подарить квартиру. Для моих вещей. Нет, а вот тебе, кстати, отойди немножко назад, чтобы мы тебя полностью могли оценить. Вот, кстати, да, в этой тебе очень неплохо. Вот серьезно. Нет, уже, она хорошее. Она очень хорошая. Знаете, что я даю, что она плохая? Я просто лишняя. Ну, давай, что у нас еще на повестке дня осталось? Ну, еще осталось, осталось еще. Ну, джинсы ты, верю, точно не водишь наверх. Ну, показывай, что там дальше. Время, время. Зрители не любят длинные видео. Это я уже знаю. Они тогда сразу на автора видео насылают понос. Почему такие длинные видео? Жалуются. Я просто... Давай, быстро. Время наших зрителей. Я не блогер, поэтому извините. Пока еще не блогер. А блогерить можно всех. Ну, о, вот это класс. Вот эта линия сделана суперски. И вот эта лента... Не спеши, не спеши, не спеши. И, кстати, даже вот так вот наверх... Вот, посмотри, как что-то в этом есть. Ты знаешь, не спеши так, не дергайся. Очень необычно сделала. Вот эту не отдавай. Вот эта кофта... Я что даю тебе? Нет, это кофта. Я поняла. Поделишься, хочешь себе оставишь. Нет, вот это, может быть, и зажму к себе. Как вы думаете? Оставить мне себе эту кофту? Ну, дальше. Кто там? Давай вот это вот, да. Как этот цвет? Вот горчица? Нет. Нет, это какая-то коричневая такая. Между горчицей... Какашечный коричневый? Нет. Верблюжий, кэмэл коричневый. Нет, тот не такой кэмэл. Он более горчичный. Охра, да, наверное? Да. Охра, с горчицей. Вот и мне нравится такой зеленый. Но к нему бы хорошо иметь карие глаза. У меня зеленые. Мне кажется, это для кари-глаза. Ну, так тогда оставляй себе. Кстати, с дверью оно как-то совсем так сливается. Мы в прихожей все это дело разбираем. Вот это, кстати, класс. Ты знаешь? Вот это вот мне нравится. Тебе с собой нравится? Да, может... Вы посмотрите мне оставить, вот так носить. О, смотри. И шарф нашелся. Ты видишь, пара. Да я нашелся, он лежит. Ну, парные вещи нужно оставлять. Есть же такое правило, что парное с парным. Ну, классно, мне нравится. А что у нас еще осталось? Вот тут профессорский пиджак. Так, еще сейчас будет профессорский пиджак, и мы будем уже завершать. Профессорский пиджак, я решила его оставить. Ну, показывай. Потому что он мне вот. Показывай. Боже. Ой, простите. Это мы вырежем, наверное. Такие интимные места мы не планировали показывать. Ну, что ж. Женщинка, когда 60 лет, она может уже такую фигуру иметь. Да. И показывать можно? Да. Ну, давай. И радоваться своему каждому, частинке своей тела. А что ж, частички. Частички. На меня действует украинский, украинская мова. Я могу уже что-то и перепутать. И не так. А, ну покажись, профессор. Слушай, у тебя очки такие, знаешь, такими толстыми. Нет. С стеклами. Да. Реально профессор. И такую сумку профессорскую, знаешь. Смотрите снимочки. Посмотрите на меня без очков. Смотрите, как лучше. Мне кажется, в очках уже лучше. Уже, да. Нюансы закрываются. Нет. Ну, цвет хорошо, но он скучный и старческий. Нет, он очень красивый. Это под длинные перчатки, ты его хочешь? Я буду переходить в очень холодную квартиру. Поэтому. Практически в подвал. Да. Или чердак, пятый этаж. Ясно. Адрес не будем говорить. Так, ну что, джинсы вот такие еще остались. Может, кому-то нужны? Служи. Черные. Черные. Они просто на меня великоватые, а на маму маловатые. А я не хочу не наедаться. Покажи их вот так. А какой размер на них написано, кстати? На них написано размер 14. 14 размер. Но не в кадре. Не в кадре. Ладненько. Вот такое видео. Скажите, хотите ли вы еще совместных видео с мамой, связанных с модой, шоппингом? Потому что она это все очень любит. Я нет. Я люблю другие вещи. Кто меня давно смотрит, знает какие. Увидимся с вами очень скоро. Пишите ваши комментарии. Скажите, что понравилось из вещей увиденных. Что вообще нужно выбросить сразу и не думать. Может быть, кто-то захочет эти все вещи забрать. Вот если прям вот все заберете. Ну, может быть, свитера этого Ахристова. И вот этой кофты синей с полосатой отстрочкой. То мы можем все полностью по Украине, если вы оплатите, доставку мы можем выслать. Вот. На этом все. Подписывайтесь на канал. Всем вдохновения. Разбирайте ваши заваленные шкафы. И смотрите полезные видео. Всем пока. Пока-пока-пока.